Всем привет! Сразу хочу поблагодарить всех за комментарии, мне очень приятно и приношу свои извинения за долгий ответ на ваши вопросы. А также огромное спасибо человеку с ником BodyCamp за донат. Ты очень сильно этим донатом помогаешь каналу, так как на собранные деньги мы проведем розыгрыш трех лицензионных версий Bimaging Drive и прости за долгий ответ на твой вопрос. Вы находитесь на канале Минеру, с вами я Мишаня и в этом видео мы разберемся как редактировать воду, как ее добавить, изменить цвет и силу течения реки. Приятного аппетита тем кто ест, приятного просмотра, погнали! Субтитры сделал DimaTorzok А также мне было бы приятно, если бы вы написали ему привет от Минеру. Ссылочка на канал будет в описании. Итак, давайте первым делом разберемся как изменить цвет воды с Bimaging Drive, дабы вы могли сделать даже кровавые реки. Первым делом переходим в режим редактирования, нажав клавишу F11. Далее в верхнем меню выбираем View, далее Layouts и Default. Теперь находим в левом окне название воды, которую будем редактировать, в моем случае это река, и нажимаем на название. Если не можете найти, то просто кликните на экране на свой объект. И теперь в правом окне начинаем редактировать воду, сразу находим значение Segment Light и выставляем на 1000. Это прибавит вам FPS, дабы уберет, так сказать, лишние волны. Вы это не заметите, а компьютер скажет вам спасибо. Далее отпускаемся ниже на меню Water Object и выставляем значение Fresnel's Bees, Fresnel Power и Specular Power на 0. И теперь спокойно можем менять цвет воды в пункте Best Color и Specular Color. Поиграя с цветами, вы найдете для себя оптимальный и нужный вариант. Остальные значения лучше вам пока не трогать, дабы не сломать игру. Особенно в слабых ПК, изменив не те значения, игра вылетит и карта больше не запустится. Лично я любитель бездорожья, поэтому рейки, предоставляемые игрой, для меня недостаточно быстрые и опасные, так как практически на любых машинах их можно преодолеть, причем в базовых машинах. Поэтому следующий вопрос, который мы решили, это сила течения реки. Итак, переходим в режим редактирования и в уже известном нам правом меню находим значение DNS и меняем значение на чуть выше. Чем выше значение, тем река быстрее и коварнее. Но переборщив силы реки, вы можете напортачить с водой и она станет убийцей, которая разрывает машины в хлам. Что конечно же может повлечь краш игры и вам придется перезапускать игру. Также давайте сымитируем потоп. На примере той же реки мы поднимем воду, тем самым затопив небольшую часть. Для этого в режиме редактирования в верхнем меню инструментов выбираем River Editor. И на самой карте находим красные отметки. Нажимаем на одну из них и перемещаем вверх или вниз, регулируя тем самым высоту воды. Так проделываем с каждой точкой. Однако после поднятия воды мы замечаем, что ее края не имеют текстур. Поэтому нам необходимо расширить реку. Возвращаемся к нашему уже известному правому меню. Поднимаемся в самый верх и меняем значение NOT WHITE на значение повыше. Подбираем нужное значение и все. Река расширилась, тем самым наши края сглажены и нет белых текстур. Так проделываем для каждого участка реки. Поздравляю, вы Посейдон! Ну и напоследок давайте научимся добавлять воду на разные участки. Например заполним водой яму, как делают некоторые ютуберы. Возвращаемся в наш любимый режим редактирования и в верхнем меню находим инструмент Create Object. Он выглядит как плюсик в круге. Нажимаем на него и в меню чуть ниже находим Water Block. Перетаскиваем на нужное нам место. Далее нажимаем на него, перемещаем или поднимаем выше. Однако его размеры для нас в данный момент велики. Поэтому отредактируем его. Нажимаем в верхнем меню View, далее Layout и Default. И теперь в правом меню находим строчку Scale и меняем первые два значения. Длина и ширина. Подбираем нужные нам размеры и перемещаем воду в нашу яму. Однако на самом дне мы замечаем, что нет текстуры воды. Для этого ей необходимо третье значение в меню Scale. Это та же глубина воды. Выставляем значение чуть выше и все. У нас готовый водоем. Далее можете отредактировать цвет и наслаждаться проделанной работой. Вот и все. Так сказать первый основной урок редактирования воды закончился. Как мы видим ничего сложного в этом нет. Вы умные люди, поэтому для вас это не составит труда. Играйте в Imaging Drive. Воплощайте свои фантазии в игре. На вам хорошего настроения, приятной игры и удачи во всех начинаниях. Не забывайте писать комментарии и задавать вопросы. Пока!